Практически все ошибки, которые мы допускаем при настройке рекламной кампании в Директе, можно исправить в считанные секунды при помощи Direct Commander. Этот инструмент поможет нам сэкономить огромное количество времени, особенно если дело касается огромных данных и масштабных кампаний. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я расскажу вам как и что можно быстро исправить в Директ Командер. Директ Командер это приложение Яндекса, точно такое же как у Google Ads, Google Ads Эдитера, в котором мы можем менять, масштабировать данные, делать массовые изменения, исправлять ошибки и работать с помощью таблиц, также в нем есть такая функция. Сегодня мы с вами разберем как изменять бюджет, как менять гео таргетинг, как менять временной таргетинг, как менять уточнение и как менять ошибки в объявлении. Важное замечание, что в Командере можно работать не со всеми типами кампаний, то есть работать со смарт-баннерами, с динамическими объявлениями или же с торговыми кампаниями, к сожалению, пока невозможно. Для начала поговорим с вами о том, как же нам скачать Директ Командер, где нам его найти и как его установить. Вот по этой ссылке, которую вы видите на экране, вы можете перейти и скачать ее. Я, конечно же, ссылку оставлю в описании. Выбирайте версию для Windows, либо для macOS, либо же вы переходите в сам Директ, в сам свой Директ, заходите и непосредственно из самого кабинета Яндекс.Директа, вот здесь у нас мы видим три горизонтальные полосочки, нажимаем сюда и вот здесь видим Командер, нас, в принципе, перекинет на ту же самую ссылку и снова-таки выбираем версию, которая нам нужна и скачиваем. После скачивания, естественно, распаковываем файл и устанавливаем. Итак, вы установили Директ Командер, непосредственно дальше нам нужно войти в наш аккаунт и скачать данные. Для этого мы выбираем файл, добавить логин, открывается окно, в которое мы вставляем логин и нам предлагают войти через браузер, нас перекидывает на браузер и у нас вот здесь такой код подтверждения, который мы копируем, вставляем и нажимаем кнопочку войти и у нас загружается наш аккаунт и дальше нам нужно получить все компании, которые у нас хранятся в браузере. Для этого мы нажимаем получить и выбираем список клиентов, либо же список компаний, список клиентов, если у вас агентство и вы ведете несколько компаний. Далее мы выбираем компании, получаем, выбираем список компаний, если у вас всего лишь ваш аккаунт, ваша компания, у вас все будет просто-просто список компаний. После этого мы получили список наших компаний, но нам необходимо получить все данные по компаниям, группы, объявления, фразы и так далее, поэтому мы выбираем нужные нам компании, все это будут или конкретные определенные, здесь вы уже сами решаете и выделяем их через control-a и нажимаем получить все данные. Далее, например, я хочу поработать с бюджетом компании, установить какой-то определенный бюджет, например, на вот две этих компании, я их выбираю, перехожу с правой стороны в стратегию, выбираю мастер стратегии, кликаю сюда, выбираю где будет показываться мое объявление, только на поиске, на всех площадках, только в сетях, ну и так далее, ставлю галочку на дневном бюджете, выставляю бюджет и нажимаю распределенный тип бюджета или стандарт, ну если я, например, ошиблась, если настраивала эти компании в браузерной версии и нажимаю применить, вот здесь в среднем сколько я хочу тратить, я тоже могу сразу же быстро поменять и таким образом на каждую из этих компаний я буду тратить по 400 рублей в день. Следующая это работа с минус фразами, то есть если я забыла добавить вообще минус фразы, или же я подумала, что есть еще некоторые минус слова, которые я бы хотела добавить в компании, я могу также это сделать легко и быстро в директ-командере, то есть я выбираю нужные мне компании опять же, с правой стороны смотрю на минус фразы на компанию и вот здесь могу сразу добавить новую минус фразу и нажимаю естественно сохранить, также я могу это сделать для отдельных групп, то есть я могу выбрать отдельную компанию, выбрать конкретную группу и задать какую-то конкретную минус фразу на какую-то конкретную группу, например здесь Москва, к примеру, и конечно же не забываем тоже нажать на кнопочку сохранить, также чтобы выполнить кросс-минусацию, то есть исключить пересечения по показам ключевых слов или же удалить дубли, нам также на помощь приходит директ-командер, где мы выделяем нам нужные компании, выделяем нужные нам группы, переходим в вкладочку фразы, выделяем все фразы, нажимаем редактировать, выбираем оптимизировать фразы и выбираем нужный нам показатель, ну допустим кросс-минусовка и склейка дублей и нажимаем выполнить, и также мы можем здесь сразу же изменить какую-то фразу, то есть например заменить фразу, искать какую-то там не знаю Москва, заменить на Питер, к примеру, это легко сделать, ну и конечно мы можем изменить регистр фраз, то есть заклавить все слова фраз, сделать все буквы прописными и так далее, если же вы неправильно выбрали временной таргетинг, время показа ваших объявлений, вы также легко и просто можете это исправить в директ-командере, выбираете нужную вам компанию и выбираете временной таргетинг, кликайте на него и вот здесь вы можете уже выбрать рабочее время и также выбрать учитывать праздничные дни или нет, рабочие выходные, часовой пояс, а также можете управлять ставками и выбрать там например 100% показа там в понедельник с 19 до 20.00 и всего лишь 30% показа с 18 до 19.00, то есть тоже можете поиграться непосредственно в директ-командере, также легко и просто можно изменить гео таргетинг в директ-командере, опять же выбираете нужную вам компанию и выбираете регион показов и можете заменить регион показов существующий, либо добавить новый, также вы можете легко задать корректировку ставок, также не выходя из директ-командера, опять же выбираете нужную вам компанию, с которой будете работать и выбираете корректировки ставок, здесь можно сразу выбрать пол и возраст например, допустим мужчины, хочу любой возраст и допустим 100%, увеличить на 100% и нажимаю применить. Если ваше объявление например неэффективно работать, проверьте есть ли у них необходимые уточнения, то есть вы выбираете компанию, выбираете нужную вам группу, будь то одна или же все группы, выбираете дальше вкладочку объявления, выбираете все объявления или нужные вам и вот с правой стороны вы уже можете редактировать непосредственно объявления, вы можете здесь архивировать, останавливать, запускать объявления, которые вы хотите, поменять ссылку, поменять отображаемую ссылку, дополнение посмотреть, есть ли визитка, цена, уточнение, быстрые ссылки, то есть все это можно редактировать здесь, также вы можете например использовать заменить функцию, где вы можете выбрать нужное вам поле, например пусть это будет заголовок, искать заголовок, который вы хотите поменять и прописывайте заголовок, который вы хотите поменять, допустим не знаю там раскрутка, поменять на продвижение, вы можете сделать это здесь, также вы здесь можете не выходя отсюда из этого поля заменить ссылку, например если у вас сменилась ссылка, или же отображаемую ссылку, или же быстрые ссылки, и также UTM-метку вы тоже можете поменять здесь значение, просто прописав. Также в Direct Commander вы можете добавить ретаргетинг и интересы, нажав на кнопочку ретаргетинг, условия ретаргетинга, и выбирайте из метрики доступные вам условия ретаргетинга, например посетил сайт, если я например работаю с компанией ретаргетинга, и хочу настроить показ своих объявлений на всех посетителей своего сайта, то есть это условие я могу прописать также здесь, ну и естественно в конце всех наших манипуляций, которые мы с вами провели, мы нажимаем не забываем на кнопочку отправить данные на сервер, компании, у которых мы производили какие-либо изменения, будут помечены у нас вот такой вот зелененькой галочкой. Конечно же это не все функции, которыми обладает Direct Commander, просто я вам показала ознакомительно, что можно делать при помощи данного приложения, и как оно позволит нам сохранить наше с вами личное время, сэкономить его и быстро отредактировать какие-то мелкие, незначительные ошибки в компаниях, и сделать обычные рутинные действия гораздо быстрее. Если вам было полезно это видео, и вы хотите более подробный обзор на Direct Commander, напишите мне в комментариях, и я обязательно его сниму, а также напишите, возможно у вас есть какие-то конкретные вопросы по тому, как что конкретно сделать в Direct Commander. Ну и конечно же не забывайте подписываться на наш YouTube канал, ставить пальчики вверх, делиться этими видео в своих соц сетях, вступайте в нашу Telegram группу, общайтесь там и прослушивайте конечно же наши аудио подкасты. До новых встреч и хороших вам продаж!